О, у меня вышла редиска. Редиска вышла. Тут, конечно, еще сорняки какие-то. И, кстати, где-то я видела огурец. Вот, который я посадила семечкой. Маленький огурец. Что-то один пока. Остальное все сорняки. Блин, ненавижу полоть. Поэтому тут я делаю вот так вот. А тут я до сих пор еще ничего не посадила, представляете? Вот до сих пор ничего не посадила. Надо перцы купить, съездить до теплиц. Купить рассаду готовы перцы, что-ли, посадить. А тут что, у меня одни огурцы, что-ли, будут? У нас уборка территории раз в два дня. Каждый день я тоже не могу. У меня нету сил убираться. Вот. Собак много. Все спрашивают, почему я с ними не гуляю за участком. То есть мне надо, значит, у меня вот 23, например, собаки, да? Мне надо с ними гулять. Это сколько я буду гулять с ними? Если даже по две собаки. Тося, хватит лаять. Если даже по две собаки и по часу, то посчитайте, пока я всех выгулю. И вокруг участков, что ли, у людей они будут в туалет ходить. Это ж ладно, если две собаки. Ну, не 23. Они так целый день гуляют, да? На своем участке. Мы поэтому, и мы, вы, для них у меня в вольерах не сидят никогда. Я их вообще не закрываю. Гуляют. Вот тут у них выгул. Еще там выгул. Видели же все. Второй выгул. Тоже его надо убирать. Видите, что? Я вам сейчас покажу, что мне сделали собаки вчера. Что мне сделал Аполлон. Посмотрите, он накопал какую яму. Наверное, это будет метро, да? Персик, это что будет метро? То есть метро. С тобой играть надо в мяч, да? В мяч играть надо. Сейчас будем играть в мяч. С вами играть надо, убираться надо. Чего я только не знаю, за что мне браться. Ты зачем копаешь-то траншею-то, Аполлон? Чего ты там будешь делать? Зачем ты копаешь? Тебя намыли. Смотри, ты какой красивый. И ты копаешь траншею? Зачем? Зачем? Чтоб ты бедал опять грязный? Орет недовольная. А что делать-то? Вот течка кончится, и тогда пойдете назад. Здесь будете назад. Ты привыкла дома, я понимаю. Все, ничего страшного. Там поживешь чуть-чуть. Ничего страшного. Недельку поживешь, и мама назад тебя заберет. Тут я не могу тебя поддержать. Тебя повяжет кто-нибудь. А там девочки только. Вот с девочками. Выгул большой. Чего тебе не так-то все? Вот орать будет. Мила, кстати, у нас очень крутая иностранная собака. Ну, я ее так называю. Ну, не иностранная, конечно. Она у нас от персика. А отец, он от вязки Франция-Италия. И дед у нее чемпион мира. Да, у тебя дед чемпион мира. Поэтому у меня на тебя очень большие планы потом, если все получится. Чтобы не сглазить. Но ты еще маленькая. Поэтому пока никаких вязок. Если у тебя вязка будет, то к нас летит. И только два года будет в октябре. А я вас раньше трех не вяжу. Ну, двух с половиной. Вон Юте три года уже исполнилось в апреле. Я вязать ее не стала. Да, пока я как бы и флетов, честно говоря, боюсь вязать. Уж порода неизвестная. Не все их хотят. Если голденов хотят все, то флет порода неизвестная у нас. И как бы не все их хотят. Я боюсь очень ее вязать, что щенков я не продам. Поэтому, может быть, один раз только вообще побежу. Вообще у меня собаки рожают на три раза за жизнь. Кто-то максимум четыре. Есть собака, которая вообще не рожала ни разу, потому что она у нас бесплодная. Вон она лежит. Но отдать я ее тоже никому не могу. Сейчас, кстати, подрались. У меня опять Юта подралась с Мирой. Вон она, Мира. Вот она, Мира. Вот она, Юта. Они вчера у меня сцепились. Еще Мила у меня, которая пришла сюда, она тоже вцепилась в Юту. За голденов, да? То есть у них тут вообще, конечно, война бывает. Бывает такая война. Ого-го! Вот кобели не дерутся, кстати. А девки, если начинают драться, то это вообще приходится разнимать. Так, ну вот я плюс-минус убралась. Все помыла. Окно помыла. Занавеску повесила. Ой, не знаю, что еще делать. Что-то надо еще делать. Время девятый час. Надо, наверное, поесть. Вот. А краску я брала. Вот такую вот краску. Итальянская. Она, правда, итальянская в Элитуале. Без этих самых... Без аммиака. Тоже не содержит парабенов, аммиака. Красилась я сама. Цвет медно-золотистый блонд. Вот мне понравилась. Очень классная краска. Так вкусно пахнет она. Вот есть краски. Они вонючие. Фу! А это прям, она реально вкусно пахнет. Если она будет и не пропадет, вот эта краска у нас, я ее буду брать. Что я сегодня не готовила? Блин, так хочу есть. Не знаю, что поесть. Все у меня есть в морозилке. Сардельки. Можно сарделек сварить. И все одно мясо. Это курица у меня тут. Курица. Мясо, мясо, мясо. Блин, это все надо готовить. Это мне некогда. Время уже 9 часов почти. Я очень хочу кушать. Кушать, кушать хочу. Целый день сегодня что-то опять. Видите, опять я не успела приготовить поесть. Блин. Это ужасно. Это ужасно. Ничего нет такого, чтобы прям вот сразу съесть. Придется сварить, наверное, на сардельке. Настюха тут все мороженого набрала, целую тучу. Так все мясо и мясо и мясо. Но мясо долго готовить. Мне некогда его готовить. Ой. О, я еще, кстати, нашла макароны. Ну не потому, что у меня ничего нет. У меня тут всего дофига. Просто, ну как бы не знаю. Я больше люблю картошку. Вот честно. Я прям вообще обожаю картошку. Каждый день почти ем картошку. Если или пюре, или жареная картошка, или вареная картошка, или запеченная картошка. Люблю картошку. Очень люблю. Не знаю. Вот. А макароны редко. Ну вот нашла сейчас макароны. Сейчас макарон сварю до сарделек и поем. Очень, конечно, меня выручает посудомоечная машина. Это вообще просто сказка. Если бы я еще мыла посуду, наверное, вообще я бы ничего бы вообще еще не успевала. Еще хуже. У меня бы вообще еще хуже, наверное, нервы расходились от того, что я ничего не успеваю. Так что посудомойка у меня выручает. Но нужно ее. Я хотела порать чистителем ее это сделать. Потому что жир все равно на стенках. Что я там только не покупала. Туда какие-то финиш, специальные штуки вставляла, которые там за час, типа она жир растворяет. Ничего там все равно на стенках. Все равно вот остается. И все, что только я не делала. Ну, макароны сейчас сварю. Сардельки сейчас у меня закипят. И будем есть с Настюхой. Включила телевизор. Что там происходит? Хоть посмотреть. Честно говоря, я телевизор не смотрела уже месяц. И вообще лучше бы, конечно, его вообще не смотреть, честно говоря. О, а знаете, кстати, как я люблю макароны. С кабачковой икрой. Вот сейчас я их еще с маслицем подогрею. Сардельки сварились почти у меня. И сейчас достану кабачковую икру. И я люблю их с кабачковой икрой, не знаю. Мне вообще деликатесы не надо. Я могу картошку наварить и кильку в томатном соусе. Вообще, вообще, это моя самая любимая еда. Ну, потому что мы вот деревенские. И все равно, я еще не покушала, пришла покормить щенков. Сначала надо покормить щенков все равно. Я прям не могу, видите? Это у меня, блин, гиперответственность. Это, ой, убивает меня. Да, дети? Сейчас мама. А то мама с ума сойдет. То, что 9 часов, и вас надо кормить. И я сама не ела еще. Ну, вы-то у меня главнее, да? Кушать сейчас будете? Будете кушать. Вот, блин, раскидали, конечно. Едет в старых сковородках. Очень удобно, кстати. Это, ребята, у меня погреб еще есть. Сейчас я вам покажу. Сейчас я спущусь. Ой, у меня, зараза, пить спину, правда, так прихватило. Ой, блин, кошмар. Как я завтра встану? Я не знаю. Самое главное встать. Сейчас спущусь в погреб. И вам покажу, что у меня еще тут есть с прошлого года. У меня тут с прошлого года. Я в том году закрыла 195 банок. Вот у меня осталось. Еще остались огурцы, компот еще остался, кабачковая икра, всякая фигня, варенье, и помидорчики, и салатики. Короче, не пропадем. С голоду не помрем. То есть я тут всем, правда, раздаю все. Кто приезжает, я обязательно всех угощаю. Говорю, возьмите несколько банок, там, три банки, четыре. Попробуйте. Девчонкам с почты отнесла. Все, всем очень нравится. У меня огурцы такие, можно кушать огурцы, прям рассолом запивать. Я не сильно делаю с уксусом. Очень все любят мои огурцы. Эта серия сама себя не похвалит, что никто тебя не похвалит. Это я всегда так говорю. Настюшка, иди кушать. Будешь кушать? Позже просто я сделала и сосиски, и сардельки, и макароны, и спагетти. Хорошо, давай. Всем надо кричать. Идите кушать, идите, всех надо приглашать. Ладно, все. Всем пока. Я покушаю. Еще поснимаю вам что-нибудь на следующей неделе. А может быть на этой неделе. Как получится. Посмотрю, что там творится вообще у нас в стране. Спасибо. Спасибо.